Сейчас мы едем по дороге, вернее эта улица это 45 south, 45 юг улица и подъезжаем к горе и поедем потом по бульвар. Бульвар называется Wasatch Boulevard и вот он идет вдоль всей горы до дрейпера. По нему можно доехать от дрейпера и потом он как бы уходит в сторону университета Юты. В общем-то практически через всю долину Солт-Лейк можно по нему проехать по этому бульвару. Такая не очень скоростная дорога, но красивая. Бульвару Wasatch Boulevard. Красивая наша здесь гора Олимп. И вид на долину. Этим мне, собственно говоря, не нравится эта дорога, потому что вид на горы всю дорогу, на долину. А там где-то вдалеке я гляжу, дождь идет. Здесь неподалеку есть место, я буду проезжать. Это называется место... Вот это, в общем, тропа, по которой в горы можно подняться. Плюс там еще площадка такая, с которой удобно, там парковочка небольшая, туда заезжаешь, припарковался и потом пошел по горам лазить, грубо говоря. Ну, вообще, вот этот хайк, вот здесь вот это место. Вот там даже видно, люди стоят. Достаточно популярная машина, много припаркованная. А вот там в горах, гляжусь, снег идет, дождь. В горах это все в снег превращается. Но это хорошо, потому что у нас много было воды, вернее, много снега зимой. Это хорошо. И вот две последние недели были жаркие, сухие, в общем-то, много высохло воды. Ну и считай, обещают, что опять было дождей. Для нашего штата это очень хорошо. Нам дожди нужны. Ну, так она, дорога идет. Вот сейчас мы будем проезжать еще одно место. Там тоже пару троп. Такие достаточно сложные тропы, я слышала, я еще по ним не поднималась. Но, в общем-то, по ним тоже можно подниматься и уходить туда дальше в горы по этим тропам. Вот, собственно говоря, по этой дороге где-то на 40-50 у нее на лимит скоростной миль в час. Можно долго-долго ехать. Конечно, дольше, чем на трассе, но зато красивый, спокойный. Вообще-то машин мало здесь обычно. И в час пик эта дорога намного лучше. Я иногда, когда я час пик, и если я еду туда-лево-обратно, еду по именно этой дороге. Намного проще. Получается быстрее, чем в час пик по трассе. Так потихоньку все зеленее. Здесь, конечно, домики такие недешевые, потому что место-то очень престижное. Кулакор с этой стороны. Здесь дома, конечно, не дешевые. 1350 как минимум за дом с небольшим участком земли, а то и больше. Которые побольше дома стоят, те, конечно, стоят 1 миллион. Вот он так здесь закругляется. Уходим на другую дорогу. Вот это мы сейчас будем подъезжать к каньону. Тут у нас один Big Catwood Canyon и Little Catwood Canyon. Тополиный каньон большой и маленький. И вот у оба каньона там красивые есть тропы, хайки. Места красивые. Турбазы горнолыжные. Это Big Catwood Canyon. Дальше. А вот здесь налево сейчас поворот будет этот Little Catwood Canyon. Здесь как раз Snowbird, где вот этот фестиваль пивной проводится. И дальше там каньон будет. Там у нас турбаза Brighton и Alta. Турбазы они, по-моему, правильно. Там, в общем, летом фестиваль цветов проводится. Но это, собственно говоря, не фестиваль, а просто где-то в районе июля до середины августа. Там такое буйное цветение начинается в горах. Альпийские луга очень красивые. У меня тоже видео есть об этом. И вот каждый год туда можно приезжать в течение вот этих полтора-два месяца. И там каждый раз, каждую неделю, собственно говоря, цветут разные цветы практически. Они как-то так меняются и ковром таким густым. Очень красиво. Ну вот здесь еще один каньон. Где-то здесь вход. Он причем как-то так идет через жилые районы. Интересный тоже здесь. Где-то вот здесь есть тропа. По ней можно подняться наверх. Наверх туда через дома. И потом это все уходит дальше в каньон. По горе. Очень красиво здесь, конечно. Здесь такие классные эти. Надо как-нибудь здесь погулять. Здесь тело-осомники построено. С таким потрясающим видом долину. А, вот здесь, да, парковку сейчас проехали. Машина останавливается. И пошли гулять люди. Дома, конечно, шикарные. Джин. Такая красота. А цветочки, гляжу, зацвели во всем. Нарциссики. Здорово. Здесь нарциссы очень хорошо растут. И много их растет. Дорога такая хорошая, ровная. Без всяких комнатей. Извилистая, правда. Закоростной режим 35 миль в час. Медленно достаточно. Вон какие особняки там на горе. Дорогущие. С миллиончик это точно как минимум. Больше, наверное. Если у них земли так есть немножко. Вот отсюда видно город с другой стороны долины. Там вообще снега много, гляжу. Наверное, только что вот сегодня выпал снег. Потому что утром столько снега я не видела. Вот такая дорога у нас здесь красивая есть. Особенно летом она вообще шикарная. И видом на долину красивая. Сегодня немножко пасмурно. Как-то плохо видно. Так? Вообще, конечно, очень приятная такая дорога. У меня, возможно, есть даже одно видео отсюда уже. С гора с горки разогналась чуть-чуть. Где-то у меня есть видео, по-моему, с прошлого года. Здесь я выкаталась. Но это мы, в принципе, уже подъехали практически к дрейперу. Здесь он сейчас вот так вот загибает, загибает. И ты попадаешь в улицу. Вот. Вот долину видать. Это хорошо как-нибудь. Там где-то солнышко дальше. Здесь пасмурно. Там дальше солнышко светит. Причем красиво. Вот такие у нас здесь виды есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.